Привет, ковбои! Меня зовут Эвойс Ребус, это просто канал об играх, я очень рад сейчас быть тут с вами. И небольшую затяжную паузу я решил разбить видео в формате вопрос-ответ. Сегодня я очень быстро расскажу вам о том, как решить проблему с интоксикацией и её порогом. Это когда все навыки прокачаны на максимум, все рецепты выучены, а интоксикация всё равно равна 100 единицам. Ответ на эту проблему прост, пересоберитесь. А теперь немного подробностей. Ночь! Час безумия! Час презрения! Ведьмак 3 вышел уже в далёком 2015 году. Сейчас 2017, последний патч также уже давным-давно выпущен, но как и следовало ожидать, в такой большой игре всё равно осталось пара багов. Больше, конечно, но при обычном поверхностном прохождении вы вряд ли их встретите. А вот играя подробно, занимаясь проверкой на прочность игровых механик и обращаясь к перепрохождению на New Game Plus, вы можете с лёгкостью познать боль. Одной из таких головных болей является проблема с обнуляющейся интоксикацией. За последние пару месяцев очень много, реально огромное количество вопросов было касательно этого бага. Почти в 100% случаях этот баг срабатывает при переходе на New Game Plus. Иногда, после квестов, которые меняются от асгероя с дефолтного на квестовый и обратно. И очень редко это проявляется само по себе. Но решить этот вопрос крайне просто. Сейчас мы это разберём на примере начала новой игры. Вот у меня есть полностью вкачанный персонаж. У него прокачаны все соответствующие навыки на повышение интоксикации порога передозировки. Текущий максимальный уровень интоксикации больше 250 единиц. В таком состоянии начинаем новую игру плюс. Быстро проходим обучение и появляясь в белом саду, даже перед битвой с гулями, вы уже можете заметить, что ваша сила резко упала. Ведь эйфория нормально не работает, а выпить более одного отвара вы уже не можете. Общими с весемиром усилиями добивайте гулей. И чтобы решить эту проблему, раздевайтесь, включая все навыки. Причём заметьте, навыки нужно не просто снять, а именно обнулить с помощью эликсира очищения. Лучше конечно дополнительно принять и отворотное зелье, но у меня без него всё отлично работает. Потом всё восстанавливаем, возвращаем былую прокачку, одеваемся и вуаля, вы снова тот же самый великолепный убийца монстров с высоким порогом интоксикации, позволяющим выпить 3 отвара и 3 зелья. Ничего сложного. В остальных случаях действуйте аналогично, даже раздеваться не всегда обязательно, главное обнулить все навыки и перераспределить их. И вообще, мой вам совет, на новую игру плюс лучше выходить раздетым и непрокаченным. Так можно будет избежать определённых проблем, в том числе и с характеристиками. Но это так, дополнительный небольшой совет. Надеюсь я вам помог, а значит видео заслужило лайк. Впереди вас ждёт ещё много ответов на самые распространённые вопросы по Ведьмаку от зрителей этого канала в том числе. Учитывая тот поток вопросов по Ведьмаку, который поступает в комментариях к видео и в личку ВКонтакте, дабы не отвечать. На одно и то же я решил делать коротенькие видео с ответами на самые частые и интересные вопросы. Вопросы могут касаться как механики игры, так и квестов, персонажей и всего того, что связано с книгами, играми и общим фан-сервисом. По Ведьмаку, конечно же. Свои вопросы я крайне рекомендую задавать в чате, в Телеграме. Ведь уже сейчас там есть несколько экспертов по Ведьмаку, которые помогут вам с вашими проблемами. Они и мне иногда помогают с ответами на мои глупые вопросы. Телеграмм это как ватсап, только круче и есть на всех платформах. Ссылка на чатик и на программу в описании. Не забудьте помечать свои вопросы хэштегом вопрос, а ответы хэштегом ответ. Также не забывайте в ответе дублировать сам вопрос. Тогда все, кто есть в чатике, смогут находить ответы на уже заданный вопрос и не задавать одно и то же. Если же Телеграма вдруг нет и возможности установить его совсем нет, то можете писать свои вопросы в комментариях под видео. Я тоже постараюсь их все прочитать и по возможности дать на них ответы. Но это не точно. На этом у меня точно все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся обязательно в следующем ролике. И на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok